Сегодня о Ростове может заговорить весь мир. Команда с берегов Дона готовится дебютировать в групповом турнире Лиги Чемпионов матчем с Суперклубом, с Мюнхенской Баварией, которая титулы главной Лиги Европы щелкает как орешки. Их в коллекции команды Карла Анчелотти уже пять. И букмекеры называют немцев одним из главных фаворитов нынешнего розыгрыша. Но у Ростова есть и свои козыри. Первый и главный это Курбан Бердыев. Тренер, напомню, летом ушел из Ростова, но не сумев возглавить ни сборную, ни Спартак вернулся к дончанам. Теперь он вице-президент клуба, но де-факто продолжает команду тренировать. Бердыев, кстати, не раз оставлял гранды на обочине футбольного праздника. Несколько лет назад он остановил саму Барселону, обыграв ее в Испании на домашнем-то стадионе. А в прошлом сезоне в чемпионате страны держал верх над лучшими клубами России, ЦСКА и Зенитом. Радость тогда обычный, скупой на эмоции тренер вообще не сдерживал. Очень позитивные моменты. Радость против немцев как минимум достойна. Хотя букмекеры и эксперты называют ростовчан идущими на смерть. Бавария в этом сезоне не пропустила ни одного мяча, а наколотила целых 15 и попутно завоевала суперкубок Германии. Немцы самый титулованный клуб страны. В их копилке 26 титулов. Для сравнения, за 86 лет существования Ростова клуб разжился только одним кубком страны. Кстати, для коуча Бавария Анчуоти это не первая встреча с ростовской командой. В 99-м Ювентус, который тогда возглавлял Папа Карло, устроил форменный набег на Донскую столицу. В присутствии 17 тысяч зрителей наши были биты со счетом 0-4. Однако будем верить, что сегодня вечером Ростов сотворит чудо. В конце концов, дончане в кофекционных раундах Лиги чемпионов уже обыгрывали Андерлехт и Аякс. Далеко не последний клуб в Европе. Так что держим кулачки вместе и верим, что если дружина Бердива и уступит, то в отчаянной и бескомпромиссной борьбе. Давайте шансы Ростова сейчас обсудим с журналистом Алексей Ткачук уже с нами. Алексей, приветствую вас. Ростов или Бавария? За кого болеть будете, понятно, но кто победит? Если говорить о букмекерах, то бизнес-интересы этих компаний вынуждает их не верить в чудеса. И российские, и британские букмекерские компании считают Ростов очевидным аутсайдером этого поединка. Так, одна из крупнейших БК России Лига Ставок дает коэффициент 1,08 на победу Баварии, коэффициент около 11 на ничью и коэффициент 21 на победу Ростова. Это говорит о том, что вероятность победы Баварии около 90%, даже чуть больше. А шансы Ростова лишь 4%. Но есть момент. Британские букмекеры более смелы в оценке шансов Ростова. Так, если вы поставите 1 доллар на Ростов букмекерской конторе William Hill, это крупнейший букмекер Великобритании и мира, вы получите 34 доллара. Но если вы сделаете такую же ставку в российском букмекере, вы получите около 20 долларов. То есть все-таки наши конторы, зная, кто такой Бердуев, они немножко менее смелы в том, какие коэффициенты они дают на победу Ростова. Но все же все компании считают нашу команду крупным аутсайдером. Ну что ж, такое-то может быть чудо и случится. Понятно, что букмекеры боятся в этом случае делать какие-то другие ставки. Но тем не менее, вот вы сейчас. Интересует ваша личная оценка. Букмекерскую раскладку мы поняли. Чудо возможно так, теоретически? Я думаю, что маловероятно, но возможно то, что Ростов не проиграет крупно. Или хотя бы добудет ничью. Если брать все-таки те же букмекерские котировки, то выгодно ставить именно на некрупный... На то, что Ростов либо победит, либо хотя бы не проиграет крупно. Но хотелось бы тут сказать о том, что, в принципе, думают российские игроки. Есть такое явление, как вера в Ростов. Есть фактор Бердыева. Можно говорить о том, что в России игроки на ставках верят в Ростов больше, чем за рубежом. Так, специалист одной из букмекерских компаний нам сказал, что 22% объема ставок из ставок на исход матча на Ростов. Но в то же время, если бы на месте Ростова была команда не российская, такого же уровня, то было бы всего 5-7% ставок. То есть, россияне действительно ставят на Ростов, потому что верят в эту команду. И фактор чуда, то есть, в умах игроков он есть. И его ждут. А на Баварию тоже ведь ставят? Ну, конечно, будем надеяться. Интересно, как настроенность... На Баварию ставят охотнее. Да, да. Ну, если брать объем ставок на исход матча, на исход матча, то в букмекерской конторе лига ставок 22% на Ростов, 6% на ничью. И, соответственно, 72% от объема ставок на исход матча приходится на Баварию. Но если бы на месте Ростова была не российская команда того же уровня, нам сказали, что на Баварию было бы где-то 90% ставок. То есть, разница достаточно такая заметная и говорит в пользу веры в Ростов, россиян. А шансы есть у Ростова на выход из группы? Действительно, такую линию букмекеры уже тоже дали, оценили вероятности. Конечно, никого не удивит, когда я скажу, что Ростов явный аутсайдер в ставках на выход из группы и на победу в группе. Так, букмекерская контора лига ставок дает 30% на победу в группе и 7,5% на выход. Но тут тоже есть интересный момент. В Британии зарубежные британские конторы, они дают в два раза большие коэффициенты. То есть, опять же, мы видим, что наши букмекеры, они опасаются, или, по крайней мере, учитывают фактор такого чуда Бердыевского. А букмекеры зарубежные, они дают 60% на победу Ростова и около 15% на выход. То есть, можно говорить, опять же, о том, что наши люди, наши букмекеры допускают, что Ростов покажет всем, где зимуют раки, и все-таки выйдет из группы. Не говорим о победе в группе, но хотя бы выйдет. Ну, будем болеть за наших, конечно же. Спасибо вам большое. Это был Алексей Ткачок, журналист, эксперт по ставкам букмекерским. Ну что ж, как интересно, да, у них все, оказывается, есть фактор веры в Ростов и фактор чуда Бердыева. Увлекательный, конечно, этот процесс. Небольшая пауза, скоро вернемся.